Уважаемые слушатели, особенно те, которые еще слушатели молодые, которым не исполнилось 18 лет. Сегодня мы обсуждаем взрослые книжки, взрослого автора и взрослые проблемы. Поэтому, пожалуйста, идите займитесь чем-нибудь. Я это говорю не для того, чтобы вызвать у вас какое-то чувство уязвленности и прочее. Просто у вас еще вся жизнь впереди. Вы еще будете 5 лет учиться в институте. У вас обязательно будет свекровь или теща. У вас взрослых проблем еще в жизни будет полно. Поэтому пойдите и понаслаждайтесь той частью своей жизни, когда они вас еще не зацепляют. Договорились? Даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Уважаемые взрослые слушатели, сиськи. Теперь, когда я захватил ваше внимание, я хотел бы напомнить ваше светлое детство, когда вы бегали на какой-нибудь глиняный карьер и лепили куличики из грязи. Во всех нас этот бес немножко сидит, на самом деле, даже когда мы взрослеем. Нам время от времени хочется поваляться в грязи, не знаю, там, покувыркаться в пыли, каким-либо образом сделать что-нибудь совершенно некультурное и негигиеничное. Но поскольку мы взрослые люди, и многие из нас из-за этого привязаны к мегаполисам, где уличная грязь представляет собой смесь пыли от автомобильного выхлопа и недопереваренного собачьего корма, делать это становится не только совершенно неприятно, но еще и серьезно опасно для здоровья. Именно для этого, чтобы удовлетворить это наше внутреннее желание, существует такой замечательный автор Виктор Пелевин, которого мы сегодня обсуждаем, которого почитаешь, и это желание как-то сразу отпадает. Я хотел бы в первую очередь вспомнить замечательного американского радиоведущего Тома Лейкиса, которому как-то раз в студию позвонила женщина и сказала, вот Том, я вас ненавижу, вы ужасный ведущий, вы рассказываете мальчикам про то, как соблазнять девочек. Это, с вашей стороны, совершенно некультурное поведение. Неужели вы думаете, что, обслушавшись ваших вот этих пикап-советов, ваши мальчики смогут, ну, люди, которые вас слушают, смогут вступить в нормальные отношения с женщинами в последующем? Неужели вы думаете, что вы бы, если бы вы являлись ими отцом, были для них достойной ролевой моделью и достойным примером? На что Том Лейкис ответил? Женщина, вы, кажется, куда-то не туда позвонили. Во-первых, вполне возможно, что многим из этих мальчиков я являюсь отцом. Во-вторых, я не учу своих слушателей отношениям с женщинами. Я учу, как заниматься сексом, не вступая в отношения с женщинами. На что она совершенно непонимающим голосом спросила, ну, а тогда какая же конечная цель вашей передачи вообще в целом, если вы не пытаетесь научить людей разумному, доброму и вечному? На что Том Лейкис ответил, цель существования этой передачи, чтобы юридическое лицо, на которое эта передача зарегистрирована и которая торгуется на IPO, имело растущую капитализацию. И я никогда этого не скрывал. Я преклоняюсь перед Пелевиным, потому что он со своим вот этим пандерингом, со своей склонностью угодить аудитории, тоже никогда не скрывал своего бешеного желания, чтобы его книги в первую очередь продавались, а потом уже все остальное. С вами Тардийский подкаст. Сегодня с вами, как всегда, Слав Норельский. 606. И Фемта. И сегодня мы обсуждаем роман Виктора Пелевина «Снав». Фемта, по всей видимости, решила, что я забыл нас представить. Нет, я не забыл. Слав, Слав, ты выговорился наконец-то, температура упала. Да, это замечательно, на самом деле. Мне вклиниться, чтобы... Вот, ладно, маленькая ремарочка. В общем, жил-был тут 606-й, и жил-был Слав Норельский. Слав Норельский дико не любил писателя Пелевина, но злой 606-й заставил его таки прочитать целую одну книжку. Да, поэтому я со своей стороны... Да, поэтому температура определенных частей тела Слав Норельского поднялась, видимо. И вот он уже, на самом деле, достаточно какой-то, ну, около недели, я так понимаю, ходит весь не свой и вообще, ну, как это сказать, негативно относится к миру, окружающему его. Я просто сразу скажу, что я сегодня на негативной стороне нашей трансцендентной такты. То есть я сегодня буду смело сыпать спойлерами, рассказывать об авторе «Нехорошее» как о человеке и об его родственниках, о его художественном таланте как о вещи, не существующей в природе и так далее. Потому что моя задача на сегодняшней передаче – не побудить вас читать Пелевина в целом или это произведение в частности, а наоборот. Отвратить, да? То есть я свое мнение высказал. Произведения Пелевина нужны на тот случай, если вы уже взрослый, живете в грязном мегаполисе, а хочется поваляться в грязи. Вот чтобы это чувство сублимировать, можно читать Пелевина. Я по этому поводу честно скажу. Я не знаю, а кто-нибудь у нас сегодня будет защитником выступать Пелевину? Я думаю, Фемта будет. Я надеюсь. Фемта, ты будешь? В смысле, потому что остальные отказались? Нет, ну просто как бы я ищу маленькую ремарочку по поводу себя. В общем, я, несмотря на то, что вроде как заинициировал вот этот вот роман в качестве темы подкаста, честно каюсь, вот. Я еще успел почитать тут несколько достаточно как бы известных русских, скажем так, писателей, скажем так, фантастов. Вот. И вот, собственно, несколько романов Пелевина еще на куче так полистать, что там вообще внутри. Вот. И, в общем, честно говоря, я разочарован. Поэтому вряд ли я сегодня буду его защищать. Фемта, будешь сегодня Пелевина защищать? Нет. Аллилуйя, никто не будет защищать Пелевина. Да кому он вообще нужен? Ну, на самом деле, мы можем... Мы что, закрываемся? Нет, мы можем сделать, наконец-таки, то, что мы всегда планировали сделать. Использовать произведение Пелевина как отправную точку и разобрать какие-то вещи, которые он в своем произведении описывал. И я бы хотел начать с постмодернизма все-таки. Да, то есть, постмодернизм... Подожди, про отправную точку мы хотели, кажется, не Пелевина, а, кажется, наших любимых жукеров рассмотреть. Нет? Ну, вообще, предполагается, что приблизительно каждое произведение, которое мы рассматривали, используется в качестве подобной отправной точки, но мы периодически зачитываемся, и примерно в 80-90% случаев... Начинаем хвалить автора вместо того, чтобы обсуждать идеи в его произведении, описанные. Поскольку Пелевин ужасен, у нас есть возможность сегодня этой проблемы избежать. Аллилуйя. И я хотел бы начать с постмодернизма. На самом деле, постмодернизм — это очень интересная такая идея, которая зародилась, наверное, где-то в 30-е годы прошлого века, и которая фактически идею о том, что все тлен, подняла на принципиально новый уровень, и постепенно из этой философской изначальной концепции выросло искусство постмодернизма, которое заключалось в том, что симулякор на симулякре сверху сидит и симулякром погоняет. И роман с НАФ в этом плане абсолютно прекрасен, потому что это роман «Зеркало». Он является пародией, да, кривой «Зеркало», он является пародией на ничто. В этом-то вся и суть. Это кривое «Зеркало», в котором ничего не отражается. Поэтому, если вы, будучи жителем какой-то постсоветской республики, прочитали этот роман и увидели в уркаганском уркаганате свою любимую родину, и у вас по этому поводу что-то внутри подгорело, это характеризует вас, а не автора. Если вам показался оскорбителем обильный гомофобный юмор, описанный в книге «Дао пиздын», это опять же характеризует ваши наклонности и извращения, а не автора. И в этом плане действительно постмодернизм своеобразно прекрасен. «Был», до тех пор, пока из него не выросла идея политтехнологии. То есть я недавно достаточно подробно эту идею изучил. Идея политтехнологии состоит в том, что посредством просто, скажем так, манипуляции инфосферой, информационным пространством, можно манипулировать реальностью. То есть, например, можно заставить поверить людей в какое-то событие, которого никогда не происходило. Или можно заставить людей совершать какое-то действие, которое никак не отражает их интересы и так далее. Но я совершенно недавно по этому поводу разругался с одним очень замечательным человеком в интернете и пошарился по кое-каким исследованиям. Значит, я напомню нашим слушателям, что за последние, наверное, 20 лет было проведено очень много исследований по психологии по поводу того, как медиа влияет на людей. И оказалось, очень интересные вещи. Во-первых, любители хорроров не становятся убийцами. Любители жестоких компьютерных игр не становятся жестокими убийцами или массовыми убийцами. Любители порно не становятся насильниками. То есть, вот это мнение о том, что с помощью масс-медиа можно как-то произвольно повлиять на человека, разбивается. Наверное, первым исследованием подобного рода было исследование по феномену 25-го кадра. Ну, давай по-хорошему как-то это самое. Тут нужно понимать, что если мы говорим о компьютерных играх, о порнографии, о вписать нужное, да, то есть, в такого рода вещах, то речь идёт о сублимации. А, то есть, а если мы говорим о выпуске новостей, то это совершенно не работает, да, якобы? Ну, нет. Я ещё не говорил за выпуск новостей. Не надо, не надо. Вот. Просто, ну, это достаточно распространённый миф. И на самом деле, я когда попытался построить, скажем так, пирамиду Норильского, да, с факторами, которые влияют на принятие человеком решений, на формирование его идеологии, на формирование его паттерна поведения, у меня пирамида получилась состоящая из трёх верхних ступенек. И первой ступенью была семья. То есть, действительно, если человек вырос в семье, где его не любили, где над ним издевались, то он будет искать любой способ эскапизма, будь то тоталитарная секта, националистическая организация или ещё что-то нечто подобное. То есть, человек пытается убежать от очень накрепко врезавшихся в его память воспоминаний детства. Естественно, человек не ищет психиатрической помощи. На второй ступеньке стоит школа. То есть, не просто так практически любое художественное произведение о подростках, обучающихся в старшей школе, обязательно зацепляет темы того, насколько дети бывают жестокими и насколько учителям на это плевать. Если учебный процесс в школе поставлен из рук вон плохо, если учителя сидят на зарплате, им плевать, кто вырастает из их учеников, то из их учеников, при условии, что в семьях на них тоже плевать, вырастут негодяями и будут очень легко подвержены чужому влиянию. И на третьем месте у меня, при попытке как-то описать эти факторы, оказался достаток. Действительно, наибольшим фактором риска и конформизма идеологического, и преступного поведения, и прочего подобного является нищета. Здесь мог бы быть процитирован Достоевский. Да здесь мог бы быть не только Достоевский, здесь мог бы и Блок быть процитирован так уж. А Достоевский зато короче. Окей. А что именно из Достоевского? Нищета порог. Все. Конец цитаты. Да, то есть... И да, действительно, этим трем категориям людей, то есть это люди, которые не смогли нормально поставить себя в системе образования, которые были тем или иным образом нелюбимы в семье, и которые так или иначе не смогли обустроить свое финансовое благополучие, им предоставляется жвачка, которую они могут во всем этом винить. Называется телевизор. И поэтому телевизору им долго и упорно будут рассказывать о том, как, не знаю, там, маньяки смотрят телевизор и становятся маньяками в итоге. Как детишки смотрят сериал «Бригада» и становятся бандитами и так далее. Они в это верят. И в результате они получают самоиндульгенцию. Они могут совершать все, что угодно. Им, конечно же, что-то за это будет. Но они всегда смогут самооправдаться, что это не я, это меня телевизор плохо воспитал. Да, самоиндульгенция – штука важная в современном мире. Ну, конечно же. Она не только в современном, она, наверное, в любом мире все-таки была важная. Не будем забывать цитату из Дао Пиздын на тему «Да, я пидорас, так уж вышло». Ну, может, я гениальный пидорас. И начинает писать музыку. Касательно автора хотелось бы отметить, я очень кратко скажу, наверное, что вот он, Виктор Пелевин, король русского постмодернизма. Можно сказать, что он окончательно съехал и списался, и вообще читают его только 14-летние сперматоксикозные мальчики-школьники. На самом деле нет. На самом деле Пелевина всегда любили исключительно 14-летние сперматоксикозные мальчики-школьники. Ужас. Я его читал, когда мне было, кажется, 18 лет. Вставание в развитии. Да, да, да. Я вообще деградент. В 18 он ещё интересен. Но у него две шкалы. Во-первых, более-менее зрелый ум, не способен воспринимать его... Ну, может быть, это я немножко размахиваю своим эго, конечно же. Кто-то меня сможет запросто в этом обвинить. Не способен воспринимать его как что-либо, кроме сатиры. То есть, единственная прелесть его романа «Снаф» в том, что он реально смешной. Ну, как бы да. Что-либо. Он ещё не только этим примечателен. Как я и говорил, что всё-таки он ещё примечателен тем, что это, блин, чёрт подери, поздний Пелевин. Он от раннего отличается, как небо и земля. Так вот, к этому немножко вернёмся. Я не, безусловно, дам тебе слово, чтобы ты вот свой пункт озаручил. Просто дело в том, что у него есть ещё одна градация, по которой его произведения становятся более блёклыми. Это не только градация возраста читателя, который неуклонно растёт и неизбежно. Это ещё и градация степени злободневности. То есть, например, затворники Шестипалой или даже поколение Пи на сегодняшний день выглядят просто как какая-то ностальгическая бредятина. Они совершенно не резонируют, как какое-то, пусть и очень искажённое, но всё-таки отражение даже не самой реальности, а бытующих представлений о ней. Потому что всё-таки поколение Пи было ориентировано, наверное, на конец 90-х. И сейчас оно совершенно вот уже перестало резонировать. Хотя, честно, опять же, экранизацию сделали гораздо позже, экранизация удалась, но она всё равно в большей степени такая уже... Давай по-хорошему, от экранизации ты в этом плане абсолютно прав. Там несёт ностальгию и заверсту, по сути своей. То есть, там все эти вот масочки с Че Геварой, насколько я помню. Я забыл фамилию. Вот наратор, человек, который там вот голос за кадром делает. Как его фамилия? Я не знаю эту фамилию. Это же знаменитый ведущий, который делал передачу, посвящённую истории России и позднего Советского Союза. То есть, вот одно его присутствие в кадре уже делает этот фильм таким вот просто... О, да и к прошлому, можно сказать. А в настоящем вот ни от поколения Пи, ни от Затворника и Шестипалова ничего не осталось. И от СНАФа ничего не останется лет через семь. Ну, да и по-хорошему. От СНАФа ничего не останется, уже ничего не осталось по одной простой причине. Потому что, как ты говоришь, копия без оригинала. В этом вся суть постмодернизма. Нет, в этом вся суть симулякра. Ну да. Суть постмодернизма это, что то хуйня, что это хуйня. И, обвести, это хуйни такие, что ебалые. Что ну и к нам. Да. Вот. И у нас тут возник небольшой конфликт с Шестом. Дело в том, что я могу разделить творчество Пелевина, вот можно сказать, бритвой, на две половины. Одна половина это когда он употребление наркотических веществ романтизировал. А вторая половина это когда он их ругал. И вот у Шестом Шестого есть другая классификация периодов творчества Пелевина, с чем я торжественно передаю ему слово. Ну, на самом деле, мало о чем могу тут сказать. Собственно, классификация, которую я лично предлагаю по этому поводу, очень простая. То есть, есть период, скажем так, сосущий, да, и есть период не сосущий. Вот. Да. Значит, в духе постмодернизма, товарищи. Значит, в сосущий период у него всякая там экзотерика, эзотерика, вампиры, которые сосут, баблос, разумеется. Вот. Они то, о чем вы подумали. Значит. Ну и, соответственно, в более позднем периоде у него... Что вот лично почему мне вот понравилось это произведение, да. То есть, оно меня удивило, то есть, здесь не было никаких баблосососущих существ, здесь не было каких-то там, я не знаю, древних богов, масонов, пришельцев и так далее. Ну, чуть позже они там появятся, в принципе, ну, я про пришельцев из космоса. Вот. Но, с другой стороны, они как-то так более-менее органично вписываются в ситуацию, да, и вроде как уже фантастика, а не эзотерика, которая была раньше. Ну, все-таки... Ну, чуть позже я имею в виду в других произведениях, разумеется. В Снафе все-таки присутствует культ Маниту, но он настолько... Ой, он настолько органично вписан в фантастический сеттинг, что просто вот органически. Что его не замечаешь. То есть, если в поколении Пи это был стержень, вокруг которого весь сюжет закручивался и к которому постепенно стремился и приходил, то здесь все-таки даже вопрос секса с надувными женщинами освещен более подробно, чем культ Маниту. Ну да, про культ Маниту мы знаем, что Маниту бывает в трех... един в трех лицах. Маниту, Маниту и Маниту. Да. Да вот. И на этом, собственно, все. Но его еще там, не поминай Маниту в Суе и Маниту, Маниту, Маниту. В общем, вы поняли. Ну, там еще все-таки была вот эта телега на тему того, что время на самом деле движется в обратную сторону. Но она настолько бредовая, что... Это, ты знаешь, это вот, как ты говоришь, ранний период творчества. Вступе Левина характеризуется тем, что пропагандировал ли автор психоактивные вещества. Или не пропагандировал, да? Да. Мне кажется, это отголосок того периода. Ну, потому что, честно скажу, вот эти вот все его... Как это сказать, философствование на тему, что Сатурн в кольце Юпитера, вот, и бог Вишну сходит на красную сакуру. Ну, я не знаю, я не перевин, у меня так, к сожалению, не получится. Ну, вот. Может, потому что у меня вещества не тепло. А у меня это не резонирует совершенно. То есть я не нахожу в этом что-либо забавное. Потому что настолько красочно описывать, как человек посредством психоактивных веществ уничтожает собственный разум. Нет, я не про это. Я просто про то, что это, как сказать, 18 лет это выглядит забавной, интересной и неожиданной находкой, да? Но сейчас ты уже понимаешь, что это нулая фигня, по сути, своей. Поздравляю, ты повзрослел. Да, что она вот из того периода времени появилась. И, соответственно, в том периоде времени должна, по идее, остаться. Но она почему-то у него выползает и выползает. Что же мы будем с ней делать? Как же мы будем жить? В этом плане я хотел отметить, что ориентироваться на подростковую аудиторию – это самая вообще сладкая рыночная жила, которую только можно разрабатывать. Потому что взрослый человек, он даже если придет в книжный магазин, увидит Романа Пелевина на полочке и захочет его купить и прочитать, он откроет, прочитает первую пару страниц, подумает, ну что ж, прикольно, интересненько. Но это не то, на что я готов потратить деньги. И совсем другое дело, когда к тому же самому взрослому человеку подбегает его восторженное 15-летнее дитя с горящими глазами, дергает его за подол и кричит, что я очень хочу купить себе кое-какую книжку, дай мне, пожалуйста, денег. На взрослого это действует абсолютно магнетически. Магнетически, да. Да, то есть дети это... Нет, ну как же, тетя книжку хочет купить, а не водки или яги там, не знаю, или сигарет, или наркотиков. Дети – абсолютные мастера манипуляции взрослыми в этом плане. Поэтому, да, ориентироваться на подобную аудиторию, на подростковую более-менее, ну, скажем так, на людях, которые еще зависимы от своих родителей или от собственных каких-то желаний. Я бы обозначил, может быть, даже пошире этот период, где-то, может быть, лет до 22. Это очень рыночно выгодная стратегия. То есть зайдите в любой книжный магазин, посмотрите секцию современной литературы, оцените на глаз средний возраст людей, которые там находятся. Я думаю, комментарии излишни. Ну, я тебе секретно открою. Я не знаю, что за современную литературу ты имеешь в виду, но вот я только сегодня из книжного магазина, и по чистой случайности я сегодня вот как раз заполз в секцию современной фантастики, и я там был один. Та-дам! Да, вот, наверное, поэтому наш подкаст так несправедливо не замечен на Ютубе. Давай будем откровенны. Мы задумывали эту вещь как способ привести наши мысли в порядок и более-менее регулярно общаться. Ну да, мы приводим, так что так. Ну, не ссор. Да, и плюс мы просто этими мыслями делимся, мы никого особо не заставляем и прочее. Но! Все-таки обратите внимание, уважаемые коллеги, что мы потихоньку отстраиваем представительство в социальных сетях. И в первую очередь на Фейсбуке. Так что можете нас поругать на тему того, что не на ВКонтакте. Мысленно. Окей. Я немножко вброшу о сюжетных дырах, если никто не против. Ну, давай, вбрасывай о сюжетных дырах. Я не буду вдаваться в саму толщу произведения, потому что там на самом деле один художественный прием за другим. Одно слово ганджуберсерки чего стоит. То есть это действительно классная художественная находка. Но на определенном этапе все-таки приходится переставать посыпать читателя или слушателя художественными находками и начинать двигать сюжет. И с этим у Пелевина тоже все было относительно неплохо до тех пор, пока он не наткнулся на камень преткновения всех писателей-фантастов. Как сюжет закрыть? И вот тут начинается нечто абсолютно совершенно невообразимое. Во-первых, что касается его куколки Каи, да, и синтетической женщины, которая от него сбежала. Мне это кажется невероятной аллюзией на тему знаменитой, бродящей по интернету фразы «У меня была воображаемая девушка, но она от меня сбежала». Ну это старое доброе. Машины подняли бунт, а он и не заметил. Это скорее вот так, по-моему. Нет, я думаю, что скорее всего это, знаешь, как тебе сказать, я вот не уверен насчет именно вот этого романа, потому что этот роман датирован даже на 2011 годах. Ну вот в следующем романе у него как раз-таки 2014 год, если память не изменяет. И вот там вот четко прослеживается анонимность и все-все-все. Я просто к тому, что Перевин, как бы он пишет не с пустого листа, это достаточно, как бы, как это сказать, очень распространенный прием в отечественной фантастике и псевдоистории, когда берутся, в общем-то, реальные события, да, дорисовывается под них нереальная какие-то, нереальная подложка, фантастическая даже, да, вот, и изменяются имена персонажей, ну, чтобы они были до сих пор понятны. Ну, если это необходимо, конечно. И на этом, в результате этого пишется книга. Насколько я помню, в нашей отечественной культуре это явление называется дрочерством, а в западной оно называется фэндом. Ну, ты знаешь, это не фэндом, на самом деле. Я позже приведу примеры после подкаста. Вот, ну, это просто, на самом деле, книжки из моей юности, которые я прочитал, посмеялся и положил на полку, и забыл, если найду, то я тебе расскажу о них. Ну, есть еще вот такой термин тоже в нашей среде популярный, фаготрия, к настоящим гомосексуалам никакого отношения не имеет, когда именно, да, люди начинают что-то там выдумывать. Ну, в частности, вот, например, про Бориса Грязлова был в свое время комикс, публиковался в интернете, назывался «Человек Грзлов». То есть, ни для одного человека, живущего за пределами СНГ, этот комикс не будет интересен. Замечательный, талантливейший комикс Орда. Прекрасен, по сути своей, но без осознания российских реалий он смотрится совершенно блекло. То есть, в нем прекрасно отражены страхи на тему того, что будет, если в России к власти придут националисты. Возвращаясь к Пелевину, дело в том, что на этом сюжетные дыры не заканчиваются, дальше происходит еще интереснее. Сцена с избушкой, да, вот в самом конце, когда он преследует этого Грыма и понимает, что Грым увел у него синтетическую тетю, находит этого Грыма в какой-то избушке на краю какого-то дикого поселения. Зазнобушку его, если быть точным. Свет очей и всей его жизни, кажется так. И недовыплаченный кредит, да. Да, недовыплаченный кредит. И, собственно, обнаружив этого самого Грыма и увидев, как он вывесил на стену избушки простыню с надписью «Дамилола Кая улетела на юг честно», он разносит эту избушку из пушки, выпуская на нее весь боезапас. Пушек? Да. Там у него еще ракеты, по-моему, были. Да. Так вот, дело в том, что человек, который способен под действием какого-то эмоционального стресса вдавить гашетку боевой машины, никогда бы не стал боевым пилотом. Насколько бы раздолбайским не было общества людей, живущих на офшаре, описанное Пелевиным. На этом прелесть не заканчивается. Дальше, собственно, Грым... Почему? Он же не это самое, он не столько пилот, сколько художник. Точнее, хреново поймешь, кто он на самом деле, но не суть. На этом сюжетные дыры не заканчиваются. Дальше пропускаю немножко фрагмент, где он преследует воздушный шар с этим Грэмом, находит этого Грэма, как он встречается с Кайей, пытается расстрелять их с помощью ракет, и выясняется, что у него вместо ракет на его эту летающую ховер-камеру заряжены фейерверки. Дозекс-машина, вот честно. Хрен бы с ним. Здесь есть еще один момент. На половине пути преследования воздушного шара он обнаруживает, что не сможет вернуть эту камеру-хенелору обратно, потому что у него осталось недостаточно топлива для того, чтобы ее вернуть. Реактивное устройство, преследующее воздушный шар, будет все еще способно вернуться даже после 4-х пятых маршрута. Воздушный шар летит со скоростью максимум 60 метров в секунду. Реактивные устройства способны... Простые реактивные устройства, не сверхзвуковые, способны развивать до 300. Ну, там же всякие антигравитации. И что? В любом случае, если он вот плелся медленным шагом за этим шаром, который, подчеркиваю, максимум летит со скоростью 60 метров в секунду, то каким макаром он умудрился на половине маршрута обнаружить, что он камеру больше не сможет вернуть? Он должен был иметь возможность ее вернуть? Короче, у меня есть версия, что... Там, по-моему, нереактивный двигатель. Да-да-да. Нет? Ну, там дюзы описываются, и на этом все. У меня есть мнение, что эти камеры, они работают примерно как пони-пегасы в My Little Pony. Пони-пегасы в My Little Pony умеют магическим образом становиться легче воздуха. Летают, именно перемещая себя в пространстве, чисто за счет махания своими маленькими куцами-крылышками. Поэтому пони-пегасы в My Little Pony умеют ходить по облакам. Вот, соответственно, в Ханевору засунута вот такая маленькая пони, и она делает всю конструкцию антигравитационной. Вот я и говорю, антигравитационный движитель внутри, а внутри у нее неонка. Да, и поэтому эта штука не обладает высокой скоростью перемещения. Но я не верю, что она не обладает скоростью хотя бы в 150 метров. Нет, она обладает высокой скоростью перемещения, но просто она достаточно забавно перемещается, насколько я понимаю. То есть она... Во-первых, это снаряд по форме... Ну, по своей аэродинамической форме более похожий на именно снаряд или на ракету, если быть точным. Вот. То есть у него нет крыльев. Короткий. Ну, да, он относительно короткий. То есть это какой-то такой вот обрубок типа снаряда с ракетным двигателем, грубо говоря, да. То есть у него есть... Единственное, что у него есть, это плоскости стабилизаторов. Вот. Есть там дюзы. Плюс еще эта штука может перемещаться с ускорениями свыше 6G, но при этом ромается, да. И... Ну, она по подворочку только, я так понимаю. Ну, в пикирование. При выходе из пикирования, насколько я понял. Ну, нет суть. Вот. И плюс еще может зависать в воздухе. Да. То есть, соответственно, я так понимаю, что он тратит какие-то там свои энергоресурсы на то, чтобы зависать в воздухе. Славно. Причем не слишком большие, потому что иначе он мог бы где-нибудь сесть и поэкономить заряд батареи. Особенно на ночь, вот перед тем, как Грэм улетел. Грэм улетел утром. Ну, он же там типа уснул. Ну, ладно. Это действительно сюжетная дыра, на самом деле. Бог из машины, который заряжает фейерверки вместо боевых ракет. Ну, это просто удивительно. И мистическим образом подсовывает главгерою психическое расстройство, которое вынуждает его разрядить боезапас. А если бы он на войну с такими ракетами полетел, вот интересно, что бы было бы? Веселуха была бы, очевидно. Да. Война. Он тут фейерверками кидается. Ну, маниту бы не одобрил точно. Да, маниту не одобрил. Ну, там же этот... Нет, там, понимаешь, как это сказать. Оно, может быть, в кадр бы и вписалось, но там же у них всё это самое храмовый целлулоид, вот это вот всё там, ты чё, по рецепту изготовлено, как и сто лет назад. Ну, так он целлулоид-то не трогал фейерверками. Ну, и, наконец, ещё одна мелочь, да, вот чтобы окончательно накрыть эту ситуацию с закрыванием сюжета. В начале сюжета на Хенелоре также установлены парализующие дротики. Если набить их 10 штук в одну задницу, человек умрёт от передозировки. И? Была возможность убить Грыма этими дротиками. В начале сюжета? Нет, в конце сюжета. Он их тоже разрядил в избушку? Да. Да, подожди, он обстрелял избушку парализующими дротиками? Нет, но мы прикалываемся на тему того, почему у него этих дротиков не оказалось, когда он, собственно, долетел до Каи и Грыма. Ну, вообще говоря, на самом деле, вот, ну, как сказать, это вот, знаешь, что-то из разряда президента, который ест свой галстук в прямом эфире. Ну, вот да. Ну, как бы, ситуация, конечно, гипотетически возможная, но настолько маловероятная, что даже пренебрежительно равно нулю. Ну, я просто хочу сказать, что этим грешат очень многие фантасты, особенно, которые только начали писать фантастику. Хайн-лайн, например, да. Ну, я не знаю насчет раннего хайн-лайна, можно ли... Не, ну, помнишь, мы, кажется, обсуждали, вот когда мы только-только начали с гражданином галактики разбираться, там вот как раз было такое тоже несколько моментов, что... А вот почему? А вот почему? Ну, как же ж... Как ты мне тогда сказал? Потому что закон приключенческого жанра. Да, вот именно, да. Вот, поэтому, да. Это, мне кажется, что лучше списать на закон приключенческого жанра, и так мы слишком много пелевина ругаем. Да. Вот. Ну, у нас, в принципе, не так много всего осталось. Я, наверное... Ты знаешь, кстати, вот по поводу сюжетных дыр. Мне лично бросилась в глаза вот только одна сюжетная дыра, да, то есть есть вот этот вот Big Biz, да, есть урки со своей спастикой, да, вот, и, соответственно, значит, урки, которые могут сделать устройство типа мопеда уркаина, да, вот, но не могут сделать компьютерные чипы. Есть Big Biz, который может делать, я так понимаю, Skype Правды, ну, эти большие камеры следующего поколения после Хинелора, летающие, с антиграфами, системами, там, стул с маскировки на каких-то там полупроводниках оптоволоконных, да, вот, и, соответственно, при всем при этом, да, когда ломается этот генератор антигравитационный, как она, антигравитационная опора, да, вот, внезапно никто не в состоянии его починить. Так они в состоянии, вот здесь как раз дыры нет, потому что они говорили, что починить его возможно, но для этого его придется отключить. Отсюда мораль, детишки, не забывайте про дублирование жизненно важных систем. То есть единственный вариант был удержать Биг Биз в небе после того, как антигравитационная опора навернулась, это построить еще одну антигравитационную опору. За месяц бы это никто сделать не успел. И единственное, что они сделали с Биг Бизом... Я просто про другое, что вот именно, что, ну, нельзя вот взять и так вот запросто это самое, ай, как сказать, ну, в общем, предотвратить катастрофу, да, то есть мне просто непонятно в таком случае, что вот если Биг Биз всемогущий, великий, ужасный, не в состоянии сохранить себя любимого, да, урки тем более не в состоянии сохранить Биг Биз, то внимание, вопрос, а чем, собственно, урки отличаются от всемогущих людей с большой буквы Л? Так ничем. Так вот в том-то все весь и прикол. Но на самом деле, что касается сюжетных дыр, опять же, да, то есть вот давайте подумаем, просто вот если бы мы были на месте Пелевина, ну, допустим, зачем нам вообще разрушать было Биг Биз? Для павстной концовки. Не совсем. А вот теперь давайте, мне вот честно скажу, такая концовка в голову вообще не пришла, да? Если, извини, если бы, если ты клонишь к тому, что было бы гораздо круче, если бы он так же, как еще один офшар, улетел бы в космическое пространство на третьей космической скорости, я с тобой полностью согласен, это было бы намного круче. Не, я не в этом плане. Если бы он бы никуда не улетел, а просто остался бы на своем месте. Ну, не знаю, мне кажется, это вот бы концовку немножко попортило по-своему. Не, 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 я просто рассказываю. Значит, смотри, тогда было бы что? Тогда, значит, у нас есть замечательная куколка Ка, за которую кредит до сих пор не выплачен. Вот, есть этого самого кредитополучатель, у которого нет камеры, соответственно, у него нет своего бизнеса. То есть, он теперь будет работать на ту же самую компанию, зажрат на ее камере, то есть, как бы, беря ее в аренду одновременно. Вот, и то есть, получается такая грустная, грустная, антиутопичная концовка. Ну, так какого черта-то вообще, а? Ну, да, Дамилола бы остался в очень плачевном положении, у него единственный вариант был бы попытаться с овшара сбежать. Покончить жизнь самоубийством. Да, или шагнув за полком. А он же не смог бы сбежать с овшара, потому что в космос они их не принимают, а в Урклинде жить он не хочет. Ну, да, плюс еще все-таки у многих на него зуб. Ну, и это тоже. В Амануту следом за Кай. Ну, его бы скорее всего все-таки где-то по пути подрезали бы. То есть здесь я согласен, что да, эта концовка была бы куда более апокалиптичной, и только падение Биг Биза позволило Дамилоле сохранить лицо. Ну, я просто про то, что если ты внимательно смотрел обложку романа, там написано антиутопия. Ну, ты какого, блин, черта, а? Где моя антиутопия? Где мои там падения нравов, как это, бэд-энд и все такое. Вот посмотрите, пожалуйста. Главный герой умер, чего тебе еще? Ну, нет, ну что, главный герой умер? Вот Блэйдраннер, например, да, вот там вот классная антиутопичная антиутопия. И в концовке там бэд-энд и все вообще отвратительно и ужасно. Вот это я понимаю антиутопия, а это так. Секунду, ты имеешь в виду директор скат? М? Режиссерскую версию? Я, к сожалению, не помню, в каком виде я его смотрел. Там, где андроиды убивают, а он толкает по этому поводу долгую речь, как он там бороздил необъятные просторы вселенной и кого он там убивал и в каком виде фаршировал. Ага, и на этом фильм кончается? Да. Ты смотрел не режиссерскую версию, посмотри режиссерскую. Там еще круче. Окей. Вот, ну просто раз уж мы заговорили об антиутопиях, да, давайте получать как бы продукт по полной катушке. Вот. Согласен. Но на самом деле тут как бы еще одна сюжетная дыра, о которой, честно, я еще не задумывался даже. Вот, а ты подсказал. Собственно, какого черта? То есть, в начале романа рассказывается, что он может эту каю взять подвесить на каком-нибудь тяжелом крюке пробить ей там, грубо говоря, что у нее там вместо грудины, да, подвесить и жестоко изнасиловать во все отверстия ее тела, да? Вот. И ему за это ничего не будет. Ему даже не надо спрашивать ее разрешения на все эти действия. То есть, фактически, по местному законодательству кая является не существом живым, а вещью. Да. Вот. И, соответственно, у нас есть урк Грым, который взял и уркнул эту вещь. Да. Так почему, собственно, загвоздка? Ну, обратись ты там к местным арбитрам, ударным дискуссмонгерам или кто там они. Вот. Пусть они там в уркланд скатают, довернут эту злосчастную куколку. Ну, так-то да. Чего за ней самому лететь-то по этому поводу? Это же тупо. Ну, вроде как что-то там такое упоминается, что на него могут повесить тот факт, что она удрала в уркланд, что запрещено. Ну, то есть там не так, чтобы это впрямую, но подразумевается, что если что, что ты не виноват, ты никому не докажешь. Он допустил утечку технологии ядерной батарейки в уркланд. Таким образом он является преступником. Каким образом? Он снял пространственную блокировку. Понятно. Ну, просто как сказать, если есть какая-то технология, ну, обычно, скажем так, есть защита от дурака, например, пространственная блокировка. аналогия автомобильная. Ты куда-то ехал на своей машинке, решил выйти, пребываться закатом, оставил машинку на склоне, не поставил её на ручник. Машинка поехала под горку, сбила человека. Кто виноват? Ты. Несчастный случай. Ну, причинение смерти по неосторожности, если бы это точно. Но причинение будет своё. Нет, ну, как бы, смерть в результате моих действий, но, как сказать, точнее, моего бездействия, грубо говоря, да, но это, как бы, не квалифицируется как убийство. Вот чем прикол. Я немножко страну по поводу Кая. Дело в том, что всё-таки я согласен, что у неё, как у очень sophisticated девайс, которая не досталась... Должна быть защита от дурака. Не должна быть возможность, скажем так, разрешить абсолютное снятие пространственной блокировки. То есть, если есть какие-то там, грубо говоря, офигительные такие технологии, да, то снимать пространственную блокировку можно только там, ну, допустим, до пределов Big Biz'а. Да, абсолютно. И плюс, ну, дружеские напоминания, что с ядерной батарейкой проблема была не в том, что кто-то сделает из неё ядерную бомбу, а что урки смогут сделать из неё грязную бомбу. И это ещё вопрос, что хуже. Ну, да, то есть, вот этот недостаток действительно защиты от дурака в таком устройстве, вообще-то защиты от дурака это механизмы достаточно простые. А я тебе скажу, даже почему их нет. А потому что, когда очередная Кая убегает от своего хозяина, от избытка духовности, и удахнет где-нибудь в коллекторах или прыгает в сжигатель, хозяин купает новую. Но ведь она может прыгнуть в сжигатель и внутри бигбиза. Не, я не говорю про абсолютную защиту от дурака. Я говорю о её минимальном необходимом пределе. И ты учтишь, что, как бы, как сказать, то есть, с другой стороны, у него уже не гарантийный случай, да? Я всё-таки хотел бы отметить, что именно в лучших традициях постмодернизма Кая не является роботом. С литературоведческой точки зрения, она является симулякром человека, симулякром стереотипной женщины. Не настоящей женщиной, а именно стереотипной женщиной. Как её видит Пелевин, давайте так. Да. Ну, честно скажу, я, конечно, очень сильно порадовался, что Пелевин приобщился некоторым идеалам в этом плане. Ну, да, но Кая у него остаётся всё-таки человеком. Это не только Пелевина проблема, дело в том, что практически все, кто писал о роботах, именно как о разумных существах, начиная с Карла Чапика и заканчивая Виктором Пелевиным. Заканчивая Виктором Пелевиным через естественное язык Азимова, у них у всех робот это является символом, обозначающим человека в его каком-то гипертрофированном качестве. То есть, вот в случае с Пелевиным, да, это стереотипная женщина. Фемта полагает, что это неизбежно, поскольку человек, описывая всё сколько-либо разумное, описывает человека, потому что у него нет иных примеров разумности, кроме человека. И потому что автор, существо всегда ленивое, я бы хотел отметить. И являющийся человек. Да. Знаешь, есть такой закон, что если какой-то, ну, если что-то плохое происходит, да, и это что-то плохое можно описать каким-либо способом, ну, несколькими способами, нужно выбрать тот, который подразумевает, что это плохое произошло в результате раздолбайства. Да, то есть, если, как сказать, раздолбайство, раздолбайство обладает более высоким приоритетом по сравнению со злонамеренностью. Да, вот так вот. Да. Просто касательно этой самой Каи тоже, ну, это на самом деле очень интересный персонаж, безусловно, и мы в очередной раз не будем говорить, что этот персонаж что-то говорит об авторе и об его личных опытах и переживаниях, потому что, скорее всего, скорее всего, нет, скорее всего, ему просто было интересно вот поэксплуатировать этот образ. Слушай, а мне, кстати, вот интересно еще такой момент. Вот там есть, он, конечно, маловажен, но, в принципе, в целом, я думаю, достаточно влиятельный для раскрутки действия этого романа. Это вот, как он там, этот резонанс замечательный. Допаминовый. Допаминовый, да. Вот, то есть, не, ну ок, ну пусть такая штука есть, но как о ней действительно никто не может знать? Даже, например, завод-производитель. Опять же, абсолютно полностью с тобой согласен. И эксплуатация сексуальности как инструмента манипулирования, это еще одна черта, характерная для стереотипной женщины. Да нет, тут не в этом прикол. Просто, как бы, весь мир построен на том, что у нас есть информация, есть люди, которые ей искусственно манипулируют. Информации-то много, ее огромное количество. Войны происходят каждый год. Они происходят из-за того, что информация и так далее и тому подобное. там 200 войн, кажется, произошло. И тут внезапно, опаньки, нет информации в сети о допаминовом резонансе. Ну как так-то, а? Я тут хотел бы еще встрелять по этому поводу, что с допаминовым резонансом ведь есть два персонажа, которые достоверно этой практике были подвергнуты. Один это главгерой Дамилула, еще один вот этот богач, я забыл, как его звать, у которого много-много-много суров. Да, который карликов-то любит. Да. С большими этими самыми. Так вот, интересный факт, что если Дамилулу еще как-то можно понять, что действительно он мог поверить Кае на тему того, что если он расскажет на завод производителя о том, что она ему делает допаминовый резонанс, то они ее заберут, распилят на куски и будут очень долго исследовать, а ему выдадут пустышку, поставленную на заводские настройки по гарантии. Это возможно, на самом деле. Но вот тот богатей-то как-нибудь все-таки мог сообразить, что он, по крайней мере, мог сдать одного из своих суров. Ты знаешь, мне кажется, тут как бы можно несколько оправдать все-таки Пюревина в том плане, что видишь ли, богатей был мальчиком. Суры у него были мальчики-карлики с большими узлами, как там это, репродуктивными, кажется, как они там называют, черт подери. Ну, короче говоря, что-то мне так подсказывает, что он из чистого садомазохизма этого не делал. Вот и все. Да, по этому поводу тоже здесь есть ряд интересных стереотипов. Я быстренько по ним пройдусь. Во-первых, стереотип о том, что 16-летняя девушка является вообще идеалом красоты и так далее. На самом деле, достаточно в течение большого возраста, где-то начиная лет с 13 лет, наверное, до 22, большинство мужчин с этим стереотипом согласится, пока они, наконец, не столкнутся с тем, что, да, с несколько такой жлобской, несколько жлобским подходом к этой проблеме все, кто старше меня олдфаги, все, кто моложе меня дети. То есть, на самом деле, человеческое представление о красоте и привлекательности двигается более-менее параллельно с его возрастом. Скажем так, изменениями в зеркале, давай? Да, с изменениями в зеркале. И то, что действительно существует образ, достаточно популярный и распространенный и растиражированный 40-летнего щуга-дяди, который любит, не знаю, 18-летних девочек, которые любят деньги, это стереотип. На самом деле, это не стереотип, это статистика, которая снята с порно-сайтов. Ну, я имею в виду статистика, как это сказать, пользователей, да, и, соответственно, их возраст, и насколько часто они ищут там всякие замечательные характерные слова, типа тинзы, эти йоуи. И ты забываешь одну маленькую вещь. Люди, которые посещают порно-сайты, делают это для того, чтобы практиковать свои сексуальные фантазии. И люди, которые обладают сексуальными фантазиями, как правило, очень четко знают разницу, где заканчивается фантазия и начинается реальность. И очень многие люди восхищаются определенным типажом девушек, но при этом в жены берут совершенно другую. Ну, а кто же про жены говорил? Я говорил про сексуальную привлекательность в принципе. Да, я имею в виду брак в его классическом смысле, как обязательство заниматься сексом только с одним человеком. А, ну, понятно. В таком случае вы мне про Фомо, а я вам про Ерема. Неудивительно, не суть. То есть, вот это, да, тут можно много чего сказать, но я точно так же могу тебе сказать, что, как сказать, что подростковые актрисы порда-жанра, да, то есть, от 18 до 20 лет обладают наибольшей степенью фотогеничности. Но это вовсе не значит, что они обладают наибольшей степенью чувственности. Я думаю, мне не нужно тебе объяснять разницу между просмотром порно-ролика и занятием сексом. Ты сам знаешь, что эта разница глубоко принципиальная. Ну, на самом деле, ты знаешь, в последнее время я начинаю задумываться, настолько ли она принципиальна, насколько ты хочешь меня в этом убедить. Вот, и тут скорее дело просто в, как сказать... Да, чувствуется, детишек прогнали. Я просто хотел отметить, что вот эти жители Биг Биза, они очень во многом стереотипны. То есть многие из них извращенцы. Многие из них имеют проблемы с употреблением веществ психоактивных. Многие из них больные психически. Я... Мне так повезло немножко, поскольку я в свое время закончил элитную школу, мне чуть-чуть приходилось взаимодействовать с детьми богатых родителей. И даже пару раз удалось понаблюдать в естественной среде обитания самих богатых родителей. Я имею в виду очень богатых людей. Не людей, у которых есть свой маленький частный бизнес, а членов советов директоров транснациональных мегакорпораций. Невротики, да, согласен полностью. Параноики, да, тоже полностью согласен. Но извращенцы, нет, извините, но нет. Алкоголики, тоже, как правило, нет. Но именно Пелевин прекрасен тем, что Биг Бис это клубок вот этого стереотипного, обязательно мерзкого представителя верхнего... Порочного, порочного. Порочного, да, представителя верхнего класса. То есть, это вот именно дистиллированный угнетатель. Но, опять же, к реальности этот образ отношения не имеет. Фух, выговорился. Спасибо за внимание. Прошу, подхватывайте знамя. Ну, что я могу сказать? На самом деле, у него много этих дистиллированных образов угнетателей они прослеживаются очень давно, еще со времен Пелевина раннего по моей классификации. Вот, там... По моей тоже. Да, там они это самое, они все-таки сосуд, баблос. Шести Павловым никто ничего не сосет. М? Шести Павловым никто ничего не сосет. Я, к сожалению, честно скажу, не читал Шести Павлова. Я вообще как-то с Пелевиным знаком не очень, по правде говоря. То есть, все мои познания там заканчиваются на вот этом вот вампирском цикле, который, по-моему, начинается с Generation P, заканчивается на Empire V. Вот. И, соответственно, ну, вот эти вот пара новых произведений, да, про этих... Как его, господи? Киклупов. Ой, сейчас скажу. Ну, вот я, к сожалению, больше поранее моему уходил. Я предлагаю погрузиться чуть-чуть в Папоросню, все-таки плотно, потому что у нас недавно был скандал, ну, не у нас, к счастью, не в России, а на Западе, поскольку некие очередные восторженные люди в лучших традициях отработки стереотипа старой феминистки-лесбиянки, описанной Пелевиным в романе, попытались запретить производство и продажу, и разработку секс-игрушек, имитирующих живых людей. О, боже мой, как же мы теперь жить-то будем? Вот, по этому поводу мне недавно попалась на глаза замечательная, значит, цитата. Один товарищ жаловался и говорил, что когда же наконец кто-нибудь изобретет секс-куклу, у которой не будет настолько осуждающего взгляда? Вот, так что на самом деле я бы не сказал, я не могу навесить ярлык хорошо или плохо, то, что у нас появляются суррогаты не только для наших визуальных и слуховых потребностей, да, такие как музыка в записи и... Ты знаешь, на самом деле мне кажется, что это все идет к прекрасному поколению, скажем так. не понимаю. Это какое-то... Прекрасное поколение это термин из знаменитого эксперимента Universe 25, значит, суть этого эксперимента в том, что там крыс посадили в ограниченное пространство. Вот, и дали им вдоволь еды и воды. Крысы плодились, размножались, сначала бесконтрольно, а потом, соответственно, у них началась так называемая деградация и стагнация общества. И вот в процессе появления этого деградирующего общества, да, выделилась так называемая... Господи, как поколение это у нас по-английски? Generation. Да. Beautiful generation, то есть прекрасное поколение. Смысл в том, что прекрасное поколение составляли самцы, которые сгонялись, как это сказать, из общества, да, которые практиковали всякую садомию, ну, самцы-крыс, разумеется. Вот, и основная их отличительная особенность от остальных самцов состояла в том, что их шкурки были чистые, красивые и без шрамов. То есть они не вступали в битву за самок и так далее и тому подобное. сознательно уклонялись от общественной жизни и занимались садомией. Вот, как-то вот так вот. То есть крысы тоже почитают дау-пиздын и не любят пидорасов? Нет, ну, не знаю, мне кажется, про Universe 25 на самом деле можно очень долго говорить. Это такой достаточно интересный эксперимент. Вот некоторые Миктау прям так открыто говорят, что мы вот на самом деле beautiful generation как бы и нам так хорошо жить. То есть на самом деле вот Миктау это вот такой маленький звоночек по поводу того, что beautiful generation оно где-то там не за горами. То есть это какой-то скажем так ответ к тому, что общество будет дальше стагнироваться, стагнироваться вплоть до полнейшего умирания человечества. Напомни, если я не прав, если я правильно помню с этими крысами эксперимент закончился тем, что крысы умерли все от апатии. Я боюсь как бы сказать за счет того, что апатия, но то, что они все вымерли, да, это факт. Да. Так я, правда, не совсем понял. Ты хочешь сказать, что резиновая женщина первый шаг к прекрасному поколению? да. Ты говоришь это так, будто бы это что-то плохое. А, ну то есть ты хочешь сказать, что человечество должно умереть, и это замечательно? Я хочу сказать, что человечество должно как система функционировать во имя обеспечения того, чтобы каждый человек мог практиковать свои желания и стремления в той мере, в которой это не мешает заниматься тем же самым остальным. И если это в конце концов приведет к тому, что человечество вымрет, то туда ему и дорога. Я не вижу проблемы, если честно. И к тому же все-таки есть надежда, что мы действительно создадим самореплицирующихся разумных машин, которые спокойно, безболезненно сместят нас на днище эволюции, может быть, даже приручат нас в качестве своих домашних питомцев. Железных муравьев. А сами отправятся покорять вселенную? Почему нет? К прыгункам. Не понял? К прыгункам. Нас так прыгункам в смысле? Ну, нет, ты говоришь это самое, создать цивилизацию самореплицирующихся машин, я отвечаю, железных муравьев, а сами отправятся покорять космос, я отвечаю, к прыгункам. Вполне возможно. Некроны, некроны. Я не знаю насчет некронов, но я призрачно намекаю на Клиффорда Саймека с его городом. С его, да, городом. Я имею в виду, что почему бы самим этим железным муравьям не отправиться покорять космос, а мы останемся на Земле и спокойно будем доживать свой век до тех пор, пока не погаснет солнце. Ну, ты знаешь, и разважение. Через сколько, кстати, солнце погаснет, я все забываю посмотреть. Там чуть-чуть несколько миллиардов лет, по-моему, еще. А, ну, это еще долго. До стадии Красного Кеданда. Я боюсь, что Beautiful Generation до этого времени, оно либо успеет уничтожить человечество, либо не успеет. Одно из двух. Так поясни. То есть, это Beautiful Generation сыграло ключевую роль в вымирании крыс, потому что это были лучшие самцы, которые не вступали в репродуктивную гонку? Не совсем, как сказать. Мне кажется, что это такой своеобразный защитный механизм. То есть, как сказать, ну, вывод из этого эксперимента был следующий, что Beautiful Generation, вот это вот разложение общественной морали которое мы можем наблюдать в современном обществе. Кстати, эксперимент, по-моему, то ли в 80-х годах происходил, по-моему, даже в 70-х. Вот. Beautiful Generation, оно, соответственно, как бы, и вот это вот разложение, насаждение садомии и прочих сексуальных извращений, по сути своей, являются первыми звоночками для того, что человечество скоро типа исчезнет с Земли. постольку, поскольку, ну, пипец и разложение, ну, если быть точным, возникает он из-за того, что высокая плотность населения. Вот так вот. Ну, там, насколько я помню, в результате в этом... А суть эксперимента была... Так я осталась, собственно говоря, стая гамагеев и стая лесбиянок. Нет, вы знаете, они не выродили нового поколения. Не-не-не-не, там несколько все по-другому. Что такое там было? Там просто, по-моему, количество... Там, как это сказать... Деградация возникла из-за того, что слишком маленькое количество дрейфа генов, что ли. Ну, корни... В общем, минимальное количество популяции, необходимое для ее нормального существования, оно там есть, оно в конце концов было... Ушло ниже этой планки и все. Понятно. Вот. Ну, давайте сейчас, наверное, глянем в Википедию после подкастика. Потому что такой достаточно неоднозначный эксперимент, на самом деле. И призываем всех наших читателей последовать за нами и ознакомиться с этим замечательным экспериментом и его результатами. Окей. Даешь чтение. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире. Да, на этой рваной ноте мы заканчиваем. И в следующий раз мы будем обсуждать либертарианство и институциональную экономику. Или, проще говоря, как сделать мир лучше. Ну, или одно, или другое. Ну, мы каждый подкаст обсуждаем, как сделать мир лучше. Но в этот раз мы постараемся как-то поконкретнее. Сконцентрируемся на методах. Всем пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok